Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наташа и сегодня я хочу рассказать о своей 14 неделе беременности, о том как она прошла, что было интересного и запоминающегося на этой неделе. Итак, начнем с того, что на этой неделе мой вес составил 74,8 кг, это меньше чем на прошлой неделе, совсем на чуть-чуть, но тем не менее это хорошие показатели, значит я за 14 недель не сильно поправилась, так на килограммчик с копеечками, поэтому это очень хорошие результаты, потому что если сравнивать мою предыдущую беременность, то на этом сроке я уже набрала 3 кг. Я очень рада своим показателям и надеюсь, что буду держаться в том же темпе. Я уже перевалила с первого триместра во второй, поэтому уже классно, уже постепенно малыш растет и приближается дата X. На 14 неделе я уже могу похвастаться тем, что я перевалила за отметку первый триместр и сейчас я нахожусь официально во втором триместре беременности, это классно. То есть самые вроде как опасные места уже пройдены, но тем не менее не будем забегать наперед. Что же было из такого запоминающегося на этой неделе? Это то, что однажды вечером на прокладке я заметила такие капельки светло-коричневого цвета, похожие на запекшуюся кровь. Это не очень хорошо, честно скажу, потому что это означает, что существует угроза выкидыша. Конечно, это не так плохо, как если бы эти капельки были ярко-алого цвета, красного цвета, но тем не менее это такой сигнал, который пропускать нельзя. И я, конечно же, позвонила своему врачу, сказала, что вот у меня такие выделения, спросила, что делать. Она сказала выпить вечером две таблетки Дюфастона, две таблетки Магне-Б6 и две таблетки НОЖП, поставить свечку Виберкол и лежать. Я так и сделала, только кроме этого я еще выпила две таблетки Валерьянки для того, чтобы не нервничать, потому что все-таки событие такое из ряда вон выходящее, и оно не сильно положительное, скажем так. На следующий день она мне назначила встречу, и мы будем делать УЗИ для того, чтобы понять, что же происходит со мной и почему появились такие выделения. Поэтому мне нужно было лежать еще полдня, потому что принимает она после обеда, и только потом идти к ней на прием. На этот день у меня как раз был запланирован большой поход по врачам с моим сыном. Нужно было пройти кучу специалистов, на которых я записалась заранее, но тем не менее мне лучше лежать и не ходить. Поэтому я вызвала маму, послала ее с сыном по врачам, а сама лежала и читала. Конечно же, я читала все случаи подобного характера, которые произошли со мной. Это было не очень позитивно, скажу так, и лучше так не делать, как я делала. То есть мне врач сказал принять таблетки и лежать, ждать УЗИ. Нужно было принять таблетки, лежать, ждать УЗИ. Поэтому, когда я уже поехала к врачу, я была достаточно накрученная и ждала всего, что могло быть. Мы попали к врачу, к УЗИ, пошли вместе с моим гинекологом, посмотрели. Слава Богу, все в порядке, потому что я боялась, что у меня опять открылась шейка, как это было со второй моей беременностью Машей. И как раз примерно на этом сроке у меня открывалась шейка, и это как бы не очень хорошо. Но шейка, слава Богу, была закрыта. Ее длина составила 37,1 см, значит она не уменьшилась с прошлого УЗИ. И это уже радует, потому что прошло 2 недели, и она не уменьшилась. Хотя за предыдущие 2 недели она уменьшилась практически на 2 см. Также плацента уже не находится внизу, она уже по передней стенке, и не перекрывает внутренний зев. Это тоже отлично, то есть она потихонечку мигрирует наверх, на дно матки. И с малышом также все в порядке, он весит 110 грамм. 110 грамм, кстати мы немножечко опережаем графики развития малышей, скажем так. В норме он должен весить меньше, но так как и того у меня ребенок будет где-то 4 килограмма, потому что предыдущие были тоже по 4, то понятное дело, что он не наберет эти лишние 500 грамм за последний месяц, или последнюю неделю беременности, нет, он будет набирать постепенно, и это тоже абсолютно нормально, это просто мои психологические особенности, просто у меня получаются такие дети крупные. Из-за чего были эти выделения, это скорее всего из-за тонуса по задней стенке. То есть я ощущала раньше какие-то боли в пояснице, в седалищном нерве, а оказывается это было такое своеобразное проявление тонуса по задней стенке. Да, можно ничего не делать, но у меня как бы были не очень хорошие уже случаи, скажем так, с предыдущей беременностью, когда я лежала в стационаре, меня наблюдали и не хотели отпускать, поэтому лучше перестраховаться и контролировать эти процессы. В общем, мне теперь придется пить дюфастон с магнием и ножкой, скорее всего до 20 недели беременности, когда уже войдет в свои права плаценты, начнет вырабатывать гормоны, а пока я буду есть дополнительно прогестерон. Вот такие вот новости. Ну, в целом, как бы я немножечко успокоилась, буду больше отдыхать, немножко перестрою свой график, да, или режим дня, скажем так, для того, чтобы меньше получать нагрузку. Придется как-то разговаривать с Машей, чтобы ее не носить на руках, потому что она все еще просится, ей всего лишь два с половиной года, и понятное дело, что она хочет к маме на ручке. Так что вот такие вот были у меня новости на 14 неделе беременности. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, поддерживайте меня. Большое спасибо, что посмотрели это видео, и до скорых встреч, пока-пока! И сегодня я хочу рассказать о том же, как прошла моя вторая беременность, беременность с дочкой.